В Москве завершился второй форум Общероссийского народного фронта, в котором приняли участие 4 представителя от Чувашской республики. На ней были подняты самые злободневные проблемы современной России. Сегодня члены делегации рассказали журналистам, о чем конкретно говорили на форуме. 10 тысяч народных экспертов, 10 тысяч вопросов. Большая страна, разные проблемы. Обо всем не рассказать. Как будет развиваться экономика на местах в условиях продовольственного эмбарго? Насколько выполнены майские указы? Получит ли ожидаемую поддержку сельское хозяйство? Эти и многие другие вопросы звучали на форуме. Мне, допустим, лично очень понравилось, что Владимир Владимирович заверил и сказал, что это будет еще у него в послании, федеральному собранию сказано, чтобы сохранить стабильную налоговую систему. Много вопросов вызвало и оптимизация здравоохранения. Оптимизация на сегодняшний день ведется непонятно как. Ни с каким гражданским обществом оптимизация не обсуждается. Люди не знают. Сами врачи порой не могут ответить на вопрос, почему сократились там койки, почему закрывается то или иное лечебное учреждение и куда им нужно идти, чтобы не потерять работу. В правительстве России готовится законопроект, в соответствии с которым с 2016 года выпускники медвузов в обязательном порядке будут работать по специальности минимум три года. Именно на таких встречах и формируется стратегия развития субъектов федерации и нашей страны в целом. Я знаю, как активно работает региональное отделение в Ульяновской области, в Мариел как работает. Нам надо активизировать свою деятельность на пользу всем жителям Чувашской республики. Екатерина Абрамова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.